Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы отвечаем на вопросы зрителей. И вот задается вопрос о том, что означает выражение «жених крови», употребляемое в библейской книге Исхода в 4 главе. Что означает этот странный эпизод, спрашивает зритель. Непонятно, кого хочет умертвить Господь, Моисея или сына его. Почему Господь хочет умертвить, предположим, Моисея? К ногам кого положилась и в поры крайнюю плоть, к ногам сына, Моисея или божества? Ну, для того, чтобы вообще стало более понятным, о чем идет речь, уместно, наверное, все-таки обратиться вообще к тексту Священного Писания. И надо сказать, что вот эта 4 глава книги Исход, она посвящена тому, что Господь отправляет Моисея на его такое совершенно особенное служение, на то, чтобы явиться пред лицом фараона и потребовать, чтобы тот отпустил народ избранный для того, чтобы тот совершил поклонение Богу в пустыне. Ну, то есть, фактически отпустил его из того рабства, в котором уже не первое поколение этот народ находился. Более того, Моисею обещается божественная помощь, обещается сила совершать знамени и чудеса, и предсказывается, так сказать, дальнейшее развитие событий. Господь обучает Моисея с большим дерзновением произносить слова в уши фараону о том, чтобы тот отпустил на служение Богу подчиненный ему израильский народ. И вот после вот этих таких вот слов, после таких воодушевлений, вдруг, после того, как Господь вообще влагает в уста Моисея угрозу, что если фараон не отпустит народ на свободу, то Господь покоряет первенца фараона, вот по пути в Израиль, как здесь пишется в Священном Писании книги Исход, «Дорогу на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь, тогда сказала она «Жених крови по обрезанию». Действительно, это вот место, которое вызывает много вопросов, которое кажется очень непонятным, нелогичным, вообще выпадающим из всего, ну что ли, общего такого развития библейских событий. Но это, конечно, на первый взгляд, и для того, чтобы разобраться в значении этого трудного для понимания места Священного Писания, нужно посмотреть на него повнимательнее. Ну, во-первых, что означает «Дорогу на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Что это за Господь, который здесь тоже написан с большой буквы, вдруг встретил Моисея на ночлеге и хотел умертвить? Что это может означать? Ну, вероятнее всего, нужно понимать это выражение как устойчивое словосочетание. Что значит «встретил его Господь»? Мы с вами иногда говорим о том, что наслед кого-то другого Господь посетил. Посетил болезнью, посетил скорбью. Вот здесь то, что Моисея встретил Господь, означает то, что Господь посетил его. По всей вероятности, посетил каким-то тяжелым, внезапным и способным привести к смерти недугом. Почему это происходит с Моисеем? Почему вот это такое, кажущееся совершенно нелогичным, то есть только что Господь возлагает на него такое ответственное служение, грозит через него фараону, обещает совершать знамение и чудеса, а тут вдруг по дороге посещает и грозит убить. Что же, какое-то раздвоение личности, о чем это вообще может говорить? Ну, вот в таком, как бы, понимании, может быть, при первом приближении этого места, да, какие-то может вызвать недоумение. Но на самом деле все это подчинено внутренней, очень важной логике событий. Дело в том, что, как объясняют многие толкователи, сам Моисей, будучи избран вождем народа, он не вполне исполнял установление закона, которые были установлены для всего народа Израиля. Дело в том, что, как известно, он женился на Сепфоре, которая была дочерью мадионитянского священника Иофора. И вот, как отмечает Иосиф Флавий, в обычае у этих мадионитян было обрезать своих сыновей в 13-летнем возрасте. Сын Моисея, будучи уже мальчиком, был не обрезан, несмотря на то, что Слово Божие установление Ветхого Завета наставило на том, что каждый младенец должен был быть обрезан в 8-летнем возрасте. И Моисей не мог настоять на требовании, чтобы его собственные сыновья были обрезаны в то время, когда это было необходимо сделать, потому что он был пришельцем, он был беглецом, он бежал из Египта, он случайно, по крайней мере, по промыслу Божию, познакомился с Иофором и его дочерями, был принят в их общество, был принят в их род, но он был чужим, он был пришельцем, он не имел голоса и права настаивать. Конечно, для вождя народа, которым ему должно было быть, должно было становиться, такое положение было совершенно невозможно. Невозможно было то, чтобы Сепфор относилась к нему так, как он может руководить другими людьми, если собственная жена ставит его ниже себя и обычаев своего народа, если сама жена не видит в нем такого религиозного лидера, не видит в нем даже просто равного себе, равного по крови, равного по происхождению, видит в нем чужака и продолжает жить по своим обычаям, а не по тем, которые возвещаются, в том числе через Моисея, всему обществу, народу Израилева. И вот это должно было быть исправлено. Собственные дети Моисея должны были быть обрезаны. Его собственный сын, еще на тот момент необрезанный, должен был быть обрезан. Более того, Сепфора должна была быть приведена в послушание, в покорность своему мужу, должна была принять его как законного главу своей семьи, а не просто какого-то чужака и пришельца. Поэтому этой им на цели и служит то внезапное посещение Божие, которое происходит с ним по дороге, по пути в Египет, на этом ночлеге. И вот именно Сепфора, в то время, когда Моисей лежит пораженный этим недугом, она осознает свою неправоту, она осознает, что Господь может отнять у нее Моисея, отнять у нее ее мужа. И она осознает, что причиной это является то, что она сама не воспринимала ни Моисея как должное, ни то, что он повелевал ее делать, как именно волю Божию. Поэтому она берет каменный нож, а надо сказать, что обрезание всегда совершалось каменным ножом, обрезает крайнюю плоть своего сына и бросает к ногам Моисея и говорит, ты жених крови у меня. То есть она как бы этими словами делает его не просто каким-то, ну, как знаете, на Украине такое было выражение, пустить примака. Ну, то есть такого, знаете, не то муж, не то любовник, ну, так, помощник по хозяйству. Вот Моисей никак не мог находиться в таком положении вот этого украинского примака. Он должен был стать женихом крови. То есть она ставит его вровень с прочими представителями своего рода. Вот, так сказать, воспитанные вот этим страхом, вот этим посещением Божиим, которое с ними случается, она понимает неправоту своего отношения к Моисею. И поэтому через вот этот акт послушания своему мужу, через вот этот вот акт пролития крови ее сына, религиозного, значимого пролития, совершаемого в обрезании, она как бы уже не Моисея делает членом своего рода, а сама становится членом рода Моисея. Она принимает его кровь как свою. Поэтому называет его женихом крови по обрезанию. В этом обрезании выражается то, что она отказывается от обычаев своего народа, своего религиозного общества и полностью принимает религиозное лидерство Моисея. И это то, что было должно произойти прежде, чем Моисей выйдет на свое служение, на которое его отправлял Господь, и которое должно было привести вот к таким грандиозным изменениям к жизни и Египта, и народа израильского, и всего Ближнего Востока, и всей человеческой истории. Вот такой небольшой эпизод, на самом деле непонятный, кажущийся нелогичным, на самом деле имеет вот такое внутренне важное, внутренне оправданное, внутренне вполне логическое значение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok